Друзья, привет! Второй день, третий день в Лас-Вегасе на выставке на ИБИ. Сегодня она начала свою работу. И вас впереди ждут несколько сюжетов из выставочных павильонов. Пока я их готовлю и пока посещаю пресс-конференции, предлагаю вам вашему вниманию мнение человека, которого все в нашей индустрии хорошо знают. Это Екатерина Петухова, долго работавшая представителем разных компаний, участвовавшая в создании телевизионных комплексов не только в России, но и за ее пределами. Она вчера побывала на нескольких интересных сессиях конференции на ИБИ и готова поделиться тем, что там услышала. В общем, приятного просмотра! Доброе утро, дорогие коллеги! Хотя у вас, наверное, уже вечер. А у нас сегодня открывается выставка НАБ-шоу 2022. И хотя выставка откроется только сегодня в 10 часов, но вчера уже открылась конференция. И было две сессии достаточно обширные. Одна называлась «Будущая кинематографа», а вторая — известный «Деван Крофт» «Экзекутив Саммит», который говорил о будущем вещания. Что касается будущего кинематографа, то, поверьте, мои друзья, оно у нас блестящее. И это не к тому, что будут какие-то 3D-изображения или очки, просто совершенно новые, иммерсивные представления, где будут включены все чувства, не только зрение и слух, но и температура, и движение. И такие веню, такие кинозалы, можно их назвать кинозалами, я не знаю, уже строятся один здесь, в Лас-Вегасе, но обещают еще и в Нью-Йорке, и в Лондоне. И более подробно мы напишем в наших статьях об этом, чтобы сейчас не занимать ваше время. В том, что касается будущего вещания, то на «Деван Крофт» и «Экзекутив Саммит» выступали очень многие пользователи современных технологий. И были даны аналитические материалы, которые касаются пустковидного развития вещания. И основное направление – это все-таки доставка и коннективити, то есть 5G и возможность с минимальной задержкой передавать сигналы и монтировать, причем сигналы большого формата, включая 8К. Что касается облаков, такой модной темы, то там было очень интересное наблюдение. Все вендоры голосуют за облака, они все поддерживают идею облаков, но пользователи не спешат эту идею воплотить. У них до сих пор еще есть сомнения, опасения, что облакам, хотя и экономят им кучу денег, но тем не менее могут какие-то не очень приятные последствия в случае аварийной ситуации для них иметь. Поэтому тема облаков тоже нами будет раскрыта в отдельном докладе после того, как мы послушаем все доклады конференции на эту тему. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok